Здесь хочу поддержать Сергея Мироновича, я также считаю, что я уже об этом вкратце говорил, что наша все-таки основная задача, как мне кажется, сосредоточиться на внутреннем развитии, на успешности нашего государства изнутри. В социальном плане, в экономическом, во всех торговой сфере. То есть это нам, тут у меня такой наиболее яркий пример, который мне вспоминается, это Тайвань. Да, это тоже спорная территория, на которую, вы знаете, претендует Китай. Тайвань тоже не признан международным сообществом. Но при этом это очень развитая страна с высоким уровнем современных технологий, которая торгует практически со всем миром, и в том числе Соединенные Штаты обеспечивают безопасность этой страны, невзирая на то, что она не является членом ООН и членом других организаций, но тем не менее. Она была до 75-го года, членом ООН. Поэтому нам надо стремиться стать вот таким своеобразным Тайванем на Кавказе, может быть, это слишком такие заоблачные мечты, но тем не менее. Когда мы станем успешными внутри, я думаю, и снаружи, и... А благодаря чему мы можем стать? Хотя я не считаю, что это хороший пример с Тайванем. Правильно, Союзом. Благодаря чему мы можем стать? И Тайвань, и Израиль, и многие другие, они стали такими, благодаря тому, что правильно выстроили свои стратегические партнеры. Но что касается внешней политики в этом контексте, внешняя политика, может быть и дипломатия, может быть хорошим фоном для успешной реализации вот этих поставленных задач внутри нашего государства. И дальнейшее признание, естественно, будет способствовать этим процессам. Спасибо.